МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель у студии працуя Светлана Князева. Глядите у этого выпуска. Сегодня означает сава дохреша, одно из самых поважанных святого православной церквы. Зворот до прокурора Виктор Морозов провел прием грамадян по особистых пытаниях. С клопотом про здоровье юных гамельчан сегодня у областным центры урочисты открыли новое детячее стоматологичное отделение. А зараз об этом и иншим больше подрабязано. Сегодня православные верники означают одно из самых важных христианских святов – водохреша. У храмах прайшли святочные литургии и чин освящения воды. У кафедральным свято-петропавловским соборы на баженство и хрестный ход означали епископ Гомельский Жлобинский Стяфан. У святочным шести приняла удел и наш корреспондент Наталья Капрыленко. В этот день христиане у всего света вспоминают евангельскую падею хрещения Иисуса Христа в родце Иордан. Хрестив Збавителя пророк Иоанн Протеша, якого так само называют хрестителем. Другая назва водохреша – Бога явление. Она дадена святую память про суды, который отбылся по час хрещения. На Иисуса Христа знайбеса усышел святый дух в обличке голубя. Лишится, что на водохреша вода заполнен до ополнечен, набывая гаючей властивостей и заховывая их на долгий час. Ее дают пить хворым и детям освящают ее домы. У Гомеля сотни верников сегодня пришли до Кафедрального Петропавловского собора набрать освященные воды для себя и своих родных. И у каждого свои семейные водохрешинские традиции. После святочной литургии и традиции на усех, кто пришел помолиться на службе, те просто набрать освященной воды, принимают удел по дохрешинским хрестным ходе. Основные мероприемства у Гомеля разгорнулись на набережной Ракисош. Хрестным ходом кировництво епархии, приходжане и гости города пройшли от Кафедрального собора святых Петра и Паула по киевским спуску до набережной. После освящения воды в Иордане все ожидающие смогли окунуться в водохрешинскую полонку. Те, кто не одважился на зимовое купание, поддерживались мельчаков с берега. Хрестящая на нетрадиционное мягкое в плане надворья водохреша, люди, которые вытремивали омовение, означают, что в троскучую зиму легче окунаться, чем в одлигу. Отличная, теплая вода, подогрели, наверное, с вчерашнего дня. Давно окунаетесь? А уже 10 лет, посчитали сегодня, 10 лет, уже 10-й год. Когда-нибудь заболели? Нет, слава богу, нет. Ну, готовиться надо к этому делу, скажем так. В мороз лучше купаться. Я уже не первый год, и очень хорошо, очень мило, всем советую, независимо от возраста. Место для купания в Иордане, обсталиваны во всех районах Гомеля купели и установлены так само у Поколюбичих у Весы Черной, и в Новой Гуте в местах купания дежурить воротовальники, бригады худкой медицинской допомоги. Специалисты раются людям адекватно оценивать свои силы и не окунаться в нецверозном стане, а так само взять с собой теплые вещи и чай. Наталья Капрыленко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Керавник Белтелерадиокомпании Геннадзь Давыдька выбранный старшинёй Республиканского громадского объединения «Белая Русь». Такое решение одноголосно принял сёння Республиканский совет громадского объединения. Геннадзь Давыдька отзначил, что расценивает своё выбранье як великий аванс. «Я зведываю великое почутё удячности до усіх, хто тепер ускладает на меня надеи», подкреслив керавник Белтелерадиокомпании. Сегодня третий зъезд Республиканского громадского объединения «Белая Русь» вызначил приоритетные направки у деяностей на будущую пятигодку. Головными вырешено лечить забезпечение громадской поддержки политики президента Беларуси Александра Лукашенко и развитие громадянской супольности. Объединение будет надавать значную увагу консолидации громадства на выражение задач социально-экономичного, политичного и культурного развития краины. Свои намагания «Белая Русь» так само сконцентрует на экспертизе законопроектов и громадским контроле под трымцей народного предпринимательства. Керовник администрации президента Беларуси Наталья Качанова на посаджение закликала громадское объединение больше активно працовать с людьми на местах. Она подкреслила, что, когда людей зацекает деяность Белой Руси, когда они увидят там перспективы для своей самореализации, они обовязково долучатся до громадского объединения. А значит, сегодня в составе Белой Руси больше, как 170 тысяч человек. Сегодня у Гомеля урочисты открыли новое детящее стоматологичное отделение. Чакается, что тут будут отрымливать медицинскую допомогу каля 15 тысяч детей, які проживают у Новобелецким районе. Установу наведал Олег Сентюров. Открытие нового детячего стоматологичного отделения промерковали до 80-го Диагуминской области. Причем тое, что гэта падея отбалась именно в Новобелецком районе города не вопадковость. Сегодня тут будуются новые микрорайоны, в связи с чем, колькость населенства постоянно повеличивается. У открытой установы есть одразу некаких плюсов. Детям тут будуть оказываться усе основные виды стоматологичной допомоги. А прача того, гэта доступность и як выник поляпшэня якоси медицинских послуг. Уменьшается очередность попасть в крючу. 16 тысяч детей закреплены за этим учреждением здравоохранения и с сегодняшнего дня будут посещать это уютное заведение. Здесь будут оказаны все три вида стоматологической помощи. Это терапевтическая, хирургическая и ортодонтическая. Для выключения чергов у дитячем стоматологичном отделении предупредили некольких способов записи до урача. Спрос интернет те регистратуру альбом по телефоне. А прача того, за уликом специфики установы на бэлителевизор. Для маленьких пациентов планируется транслировать мультфильмы. В перспективе тут может заявиться так самый невеликий дитячий куток. Калий придется к реху почекать непосредливых пациентов треба нечем занять. Различное новое отделение на 70 наведываний за одну смену. Новое дитящее стоматологичное отделение находится у перепраголеванном помешканне, это пеший поверх жилого дома, а ли при этом оно отповедает усим санитарным потребованиям. Для проведения работ потребовалось около 60 тысяч рублей, это и бюджетные сродки, так и сродки, зарубленные самими медицинскими установами города при оказании платных послуг. Стоматологи, представники максимальной медицинской специальности, послугами которых користаются все люди, починающие с самого народжения. Зубные феи в уголе больше часто звертаться за консультацией и за помогой, а так само не гребать правилами гигиены. При приеме у врача врач откорректирует гигиену полости рта и направит, как правильно очистить зубы, расскажет о средствах гигиены. Если дети особенно в школе берут с собой перекусы сладкие, это очень вредит зубам. Поэтому очень вредна сладкая пища, газированные напитки сладкие. Хотя бы после них нужно прополоснуть зубки, либо в идеале почистить. Одесса Сентюров, Водерега Панько, телерадокомпания Гомик. У Беларуси протягивается практика проведения субботних телефонных линий мясовых уладов. 20-го студеня у Гомирским Абл-Ваканкаме звороты будзи примать керавник справ Алена Владимировна Кличковская. Номер телефона 33-12-37. У Гомирским Гарваканкаме прямую линию проведет керавник справ Алексей Анатольевич Васюченко. Звертаться треба по номеру 33-07-62. Промые линии будут працавать с 9 до 12 годин. У Громадской приемной Гомирской областной организации Республиканского громадского объединения Белая Русь протягивается прием громадян керавниками организации города и региона. На этот раз пропоновую искарги людей выслухал прокурор в области Виктор Морозов. О богучных проблемах и принятых решениях материал наших корреспондентов. Не глядяши на достатково протягливый час работы громадской приемной керавника областной правоохранной структуры проводит тут прием у першиню. Пытай не самые разные починающие от працевладкования органов прокуратуры ци іншые силовые структуры. Як высветляется гэта не так просто. Свободных вакансий на территории Гомельской в области зараз нема. Яшэ один зворот можа пратендовать на особный детективный сюжет под назвой «Як пенсионерка дачу будавала». У Кастрычнику 2016-го Жаншина заключила договор с индивидуальным предприимальником об узвядении на протягу трох месяцев домика на дачном участку. Не глядяши на тое, что у отповедности с документом Жаншина одразу оплатила 65% кошту работ, не штырабись пачалі толькі весною. Будынок не заселіны до гэтага часу. Зато ё прысланы предприимальнікам работнікі частку оплачаных пенсионеркой материалу паспелі прадаць, а отрыманые грошы пропіць. В адзін прэкрасный дзень у нас там у кооперативіст у товаріщаці сабрання. Я пашла на сабрання на тое, а вони в этот момент начали саседу фураваць бае брёвна. Я прихожу, прасчитала, говорю, а гдзі брёвна? І пасчитала, гдзі, гаварю, 10 брёвян, ані на адаміку, і вже падэцім. Прокурор Гомельськай в області Перкананы з улікам кошту скрадзіна га размову необхудна вести об узбудженні кримінальній справы. І ашэдзін сварот можна адністі до категори неадназначных. Гомельшанка амальна 9 годів выехала у замежа. Некий час ёй налічували пенсію, але ўсувізі з тым, што ніякі звєсток об жаншыні, у соціальній службы не паступала, на ліше не спыніли. Пасля вертання дадому Гомельшанка была вільми здівліна, громадзянства не зміняла. Довідки об смерці ніхто не працтавляв, а грошей за 3,5 годы нема. Сітуація біраця на контроль, хоч формальна, тут маюць рацію або два баки і ў якості парады звернуться з адповідной просьбой до міністра соціального забезпечення. За 2 години прокурор в області приймае усіх жадаючих і навыць выслуховує одну з просьбов по телефоні. Жигарка Мазыра не змагла пріяхаць сабіста, а сітуація на її погляд саправды сурйозная. У вуголі зустрічай з розними категориями громадзян для Віктора Морозова частка штадионной роботи. Звороти саме розні, при чим кожне п'ят із їх звичайно вирощається станоча. При тим, що достатково значна частка огучених проблем до компетенції прокуратуры не относяться, хоч і у такім випадку сітуація може біць узята на контроль. Много обращений к нам приходять не по адресу. Есть какие-то... Кому-то дрова не привезли, кому-то колодец не почистили. Це не зовсім прокурорський вопрос. Поэтому, ну, процентів, наверное, 30 обращений ми направляємо в органи, які компетентні разрешати обращення граждан. Органи исполнительній власі. Коли ми видим, що страдають інтереси дітей, коли ми видим, що страдають інтереси пожилих людей, ми берем на контроль розсмотрення цих обращений. Якщо ми видим, що відповідь поступив неудовлетворительний, ми тоді тоже вмешуємося. Олег Шенцюров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, для роду компанія «Гомель». Пытання міжнародних супрацівництва у сфері культуры обмерковали сьогодні на посадженні гомельського гарві Конкама. Удельники проаналізували тенденції опошніх некалькіх годів і вызначили далейші планы. У приватності отзначені становши вопыт міжнародних супрацівництва Гомельського театра «Лялік», Городського центра культуры і Палацево-паркового ансамбля. Прыгэтым на недостатковую роботу у гэтым напрамку завернули увагу керівництва молодежного театра, гомельських городських оркестрів, музеї історії Гомеля. Театрально-відовішні установи города зараз супрацовнішуюць большшим з 10 країнами свєту. Найбільш шаста у Гомель приїжджали артысты з Росії і України. У географії супрацовніства так само Грузія, Венгрия, Германия, Литва, США, Бразилия. У музейно-выставочних установах экспонувалися роботи з 12 країн. Що тежиться бібліотечних установ, яны – пастоянні удзінніки міжнародних конференцій у Росії, а міжнародні види мосты стали неод'ємной часткой їх роботи. Сегодня в каждом из направлений есть, безусловно, наверное, лідери, учреждення, которые оказывают и в этом году мы уже планируем проведение 9-го фестиваля хореографического искусства «Сорский хоровод». Безусловно, об этом тоже стоит сказать. О том, что можно будет проделать огромную работу, мобилизовать усилия, но я думаю, что город Гомель сможет достойно представить этот проект на международной арене. Другим пытанням на парадку дня у Гарваканкамі стали выніки работы отдела внутренних справ Советского района Гомеля і ліжбы криміногенной статистики за 2017 год. На території района літость была стабільной. Работа отдела признана здавальняючей. Удалося добіться зниження огульной колькості правопорушенню, але при гэтым по нікаторых видах статистика стала горшай. Так, літость узросла колькость забойствів і грабяжів. Даречі, мінавіта крадяжи на сьогодні складають більш за полову усіх правопорушенню по лінії кримінального вышуку. При гэтым отзначена тенденція зниження колькості крадяжів велосіпедів. Узровінь розкриття злочинствів літость повысівся і склав більш за 78%. На посадженні отзначено, що кожне пятое злочинство в Савєцькім районі здійсняється громадянами у стані алкогольного оп'янення. Тому приймається меры по ранній профілактиці таких злочинствів. Сирот їх своєчасове віддалення нецверозих громадян з громадських місців, а так само відправління їх на примусове ліцження у ліцжбно-праціонні профілакторії. Удалося снизити в дільному віці преступління, совершені рано судимі. Я думаю, що в 2018-м гаду значительного скачка в зарегістрованних преступліннях як по общому валу, так і по лінію уголовного розыска наблюдаць не буде. Для цього приймається все меры сотрудниками відділу. Сюня на Гомельщині назвали прозвищі «лєпших воротовальнікаў». Мероприємства примирковали до профіційного свята, якоє сьоліта означається у 19-й раз. Міновіто столькі гаду тому указом президента Беларусі було створено Міністерство по надзвичайних ситуаціях. Наші корреспонденты познайомілися з тими, для кого безпека інших людей стала сенсом життя. Ніпосрідно у Гомелі історію пожарної служби можна адлічуваць з 1896-го года, пажарноя безпекі тады стояла напэлна яшче більш востра, чым зараз. У 1856-м, наприклад, у Гомелі адначасова згарыла 540 дамоў. Причым, сучасных воротовальнікаў можна лічыць пераемніками не толькі тагачасных пажарных, але і їх традицій. Як означалася у інструкцій канца 19-го стагодзі, працуй заусёды так, як для самаго сябе. Толькі ў минулым годі, дякуючы самоданності супрацовнікаў МНС, на Гомельщине на пажарах выратавана більш як 200 чалавек. Проводзілася і актыўная профілактичная работа, бо основная причына несчасных выпадкаў, чалавецшы фактор. Аб паспяховасті гэтай дзейнасці можна меркаваць па лічбах статыстыкі. Сьогодні наблюдаецца і снижэне аварій і различных пажаров на суб'ектах хазяйствування, наблюдаецца па всем направленням деяцінасті, как і учреждення культуры, недопущено пажаров, так і в учрежденнях образування, в сельском хазяйстві тож в два раза уменьшилось калічество пажаров. Светкованні Дня в ротавальніках гэтай не толькі пастава для падвядзення вынікаў, але і махчымасця знашыць лепшых, прычым не толькі зліку супрацовнікаў МНС. Надзвычайныя ситуацій, выкликанная природными катаклизмами «Мумант» прийсти на допомогу. Серед узнагороджених под час урочистого вечера разум з вратавальніками педагог і рабочий сельско-господарчого предприємства збудыка Шалёвщины, водолаз з Мазара і машинист котельні Зречицкого района. Кожны з їх выратавав як мінімум одного чалавека. Дзему было много, я на живот лёг і пополз. Час порог крикнул Миша, я натазвався, я близко сяджу, не мог выйти там. Я вот доставаю і молодым інцем адамені уже дальше на улице вытянули. Не глядячи на тое, що день вратавальника свято професійне, шмат хто сустрікає яго на працівных місцах. У надзвичайних ситуацій выходних не існує. Олександр Сенціров, Наталья Ігнатенко, Валерий Гапанько. Далі радує компанія «Гомель». Гіта і інші новини ви можете знайсти на нашому сайті у інтернеті по адресі www.tvr.gomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. Я же с вами развитываюся. Усего доброго и до встречи у эфиры. И заключенного под стражу гомельчанина. Обвиняемый сознался, что в июне прошлого года открыто с применением насилия похитил барсетку с телефонов у прохожего на улице Рогачевской. За три месяца, будучи на свободе, мужчина успел совершить несколько тяжких преступлений и скоро опять предстанет перед судом. Освободившись в мае прошлого года, 35-летний мужчина не стал утруждать себя поисками работы и уже в ночь с 1 на 2 июня в подъезде дома по проспекту космонавтов ограбил 25-летнюю девушку. Меньше чем через месяц он, по версии следствия, совершил еще одно подобное преступление. Около двух часов ночи на улице Ефремова он отобрал с применением насилия сумку, в которой находились деньги, телефон, документы и другие вещи. При этом, по заявлению потерпевшей, мужчина пытался ее изнасиловать. И уже 3 сентября в милицию поступило заявление от 20-летней девушки о том, что под угрозой ножа около карьера в районе улиц Чапаева и Фадеева она была изнасилована неизвестным. Подозреваемого в совершении ряда преступлений вскоре задержали. Гомельским городским отделом Следственного комитета окончено предварительное расследование в отношении жителя города Гомеля, ранее неоднократно судимого, в том числе за изнасилование, который в мае месяце 2017 года освободился из мест лишения свободы и продолжил заниматься преступной деятельностью. Так, он совершил ряд преступлений, предусмотренных частями вторыми статьей 205, 206, а также статьи 207. Также он совершил преступление, предусмотренное статьей 166, то есть изнасилование. В настоящее время дело передано прокурору для направления в суд. Если суд признает его виновным в совершении вышеуказанных преступлений, то к обвиняемому может быть применено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. К другим темам. Госавтоинспекция Гомельской области на этой неделе усилила контроль за эксплуатацией транспорта с тонировкой стекол. Автомобиль, стекла которого покрыты дополнительной пленкой, не предусмотрены заводом-изготовителем, несет опасность. Вероятность ДТП из-за ухудшения видимости в этом случае очень велика, сообщили в ГАИ. За 2017 год за нарушение соответствующего пункта правил к ответственности привлечено более 2000 водителей. Сотрудники дорожной милиции также напоминают автовладельцам, что садясь за руль, водитель отвечает не только за себя, но и за пассажиров и за находящихся на дороге людей. А следовательно, транспортное средство должно отвечать техническим требованиям в соответствии с правилами дорожного движения. За участие в дорожном движении транспортного средства с непредусмотренными конструкцией, дополнительными предметами или наклейками, кроме размещенных в установленном порядке, водитель будет привлечен к административной ответственности. Это может быть как предупреждение, так и наложение штрафа в размере до одной базовой величины. В случае повторного нарушения в течение года от двух до пяти базовых величин. На сегодня это вся информация. В заключении от имени телерадиокомпании Гомель я поздравляю всех спасателей страны с профессиональным праздником. Благодарю вас за внимание. До свидания и берегите себя. Белые проведут двустороннюю игру. Матч также состоится на поле стадиона «Сдюшор-8». Начало в 12 часов. После небольшого перерыва возобновляются баталии внутренних гонбольных турниров. Завтра в рамках чемпионата Беларуси наша женская гонбольная дружина примет Витебчанку. Матч во дворце игровых видов спорта начнется в 14 часов. В этот же день мужская команда Гомеля начнет выступление на первом этапе розыгрыша Кубка страны. В Минске дружина Сергея Цыганкова сыграет со столичным «Витязем». Также завтра болельщиков нашего региона ожидает очередное хоккейное дерби. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею в экстралигии в очном противостоянии сойдутся «Жлобинский металлург» и «Гомель». Поединок состоится на площадке Столиваров. Начало в 19 часов. В турнирной таблице «Гомель» и «Металлург» сейчас располагаются на четвертом и шестом местах соответственно. Гомельские каратисты в числе призеров рождественского благотворительного турнира по спортивно-боевым единоборствам, который состоялся в Минске. В соревнованиях по кёку-сенка и карате наш регион представляли 15 юных спортсменов. 7 из них стали призерами. Золотую награду завоевал Кирилл Базарь. Серебряные медали принесли в копилку команды Максим Приходько, Данил Пантелеев, Егор Иванов и Денис Дыдалев. Александр Концевенко и Роман Мамедов стали бронзовыми призерами. Все спортсмены – воспитанники Гомельского центра восточных единоборств и Гомельской областной федерации контактного карате «Сакура». Также в турнире приняли участие лучшие юные каратисты из Минска, Гродно, Бреста, Барановичей, Столина и Лиды. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.